всем привет дорогие друзья приветствую вас на нашем канале тугарыча и сегодня ребят мы продолжаем проходить такую замечательную игру как метро экседус зайдем первоначально в наш некий поезд а вот локомотив точнее да ну и с мельником пообщаемся немножечко ну и мельник нам сообщают что в принципе нам нужно как бы выдвигаться в порт для того чтобы ну совершить некоторые действия и наш локомотив смог пробраться провоз точнее пробраться через данный порт через мост точнее ребятки наша задача проехать через мост и свалить из этой локации ну и давайте погазуем побежим в неком направлении здесь я уже карту немного облутала ребят хочу заметить кстати много интересного открыл для себя первоначально я как бы не особо разбирался в игре и представлял типа что много разных калашей бывает в этой игре ну как бы да типа вот есть игра здесь много калашей разные разновидно разных разновидностей но по факту это не так кстати смотрите знак типа можно спуститься вниз спуск вниз угарное выглядит то есть не к силу не городу конечно этот знак по большей части и в дальнейшем я понял что в принципе как таковое а к здесь один автомат а к до калашников точнее и лишь есть некоторые как бы сказать запчасти для того или иного оружия и ребят когда вы подходите например ну находите то или иное оружие нажимаете на кнопочку либо е там взять по моему либо кнопочка r это разобрать если вы оружие ребята разобираете то вы получаете свой в некий арсенал этого рюкзака артема именно модули модули которые вы в дальнейшем можете установить на свое ну на свое огнестрельное оружие то есть вот эти модули их вы можете ребятки поставить поэтому заранее говорю себя побегал специально и забрал в модули для автомата калашникова который именно ну как бы полностью закрывает верхнюю крышку и так далее так далее также видим что есть у нас лазерный целеуказатель но при этом автомат все равно как бы но немножечко кривой то есть патрончики не будут лететь в центр прицела и это к сожалению очень таки печально вот если бы все патроны летели только в центр вот этого вот этой двушки двухкратного прицела то было бы мега круто принципе я бы всю игру наверное с калашом пробегал вот используя его использую я его в том числе и как некую практически снайперскую винтовку для ну не особо дальних дистанций то есть вот как-то так или как дым и рку бы использовал здесь ребятки можно скрафтить вот сейчас мы скрафтили ножик здесь вот на вот этих штучках можно все модернизировать и видим что также нужно починить оружие но вот я последний модуль только сейчас поставлю сюда вот этот это типа прокаченный некий пистолет нужно два раза тыкнуть левые клавиши чтобы установить тот или иной модуль вот эти модули ребята они под кстати вот заряды можно было тоже установить последние его не поставил то есть вот нужно тыкнуть два раза но да вот сейчас я установил более как бы этот вместимый этот и нужно оружие ребят починить вот нажимаем на кнопочку а на русская на русскоязычные раскладки и после этого чиним оружие здесь тоже автомат наш нужный ребят починить мы его починили для того чтобы он у нас как бы и пневматическое ружье тоже ребят мы починили то есть если мы не чиним вот кстати здесь нужно последний модуль поставить также если ребятки мы не чиним оружие то она типа клинит заедает его и так далее так далее вот именно на автомат калашников очень часто у меня клинило но в дальнейшем только я понял в чем причина нужно все-таки чинить 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 то что у вас есть как бы в том числе и противогаз тоже ребятки нужно его чинить латать как бы и все это дело здесь как говорится выполняется обязательно сохраняем игру и в принципе можно выдвигаться далее мы модифицировали то что смогли где-то что-то чинили конечно же и коня оружие у нас меньше будет клинь при прохождении данной игры у нее есть ребят как плюсы так и минусы но в принципе неплохая игрушка на раз пройти мне прикольнуло то есть я наверное рад в каком-то понимании уйти в некий тот мир если можно так выразиться где как бы сказать есть игры на прохождение вы прошли то определенную игру попали в определенную локацию как здесь мы находимся где-то на каком-то ну не поле да как бы зимой ночью там холодно и как бы вот прикольно все это выглядеть мы выражены вот этим автоматом и такая очень такие прикольные атмосферы вот в отличие от игры тех же например типа варфейса там пвп и так далее здесь нужно быть поаккуратнее но в принципе монстров мы всех здесь уже убили через дом не пойдем потому что они могут там вот эти зомбари скажем таки отдыхать или устроить нам некую засаду и в принципе ориентируемся по карте нужно двигаться именно вот в этом направлении куда-то сюда можно идти ну по вот этой конструкции железной подняться не получится давайте пройдем далее а вот нам игра показывает что нужно поднять судя по всему по лестнице в принципе это мы и сделаем поднимемся ребят по лестнице замечу что в этой игре в дальнейшем как я понял нужно выдвигаться также желательно ну ночью то есть например в некоторых ситуациях я уже хотя в принципе в одном месте только это сделал я специально лег персонажем поспал как бы да и уже пошел в атаку только именно ночью то есть чтобы противники меня хуже видели чтобы там мне было легче пройти вот этим конечно же желательно пользоваться здесь у нас встречает анночка наша на вот так вот на нас прям накидывается вот соскучилась видно наша девочка анночкой и мы должны выслушивать эту некую речь то что там мы такой красавчик артём мы пригнали этот вагон а вот и нужно уже сейчас нам отбить этот мост точнее как-то договориться или чтобы но пробраться по данному мосту кстати замечу ребят прикольно сделано в игре что когда мы как бы далеко от персонажа то слышим голос по рации то есть принципе за это даже плюс разраба молодцы ребятки охраны человек 15 четверо утра по на баржу по краям пирса часовые сэм будет на правом фланге ну и она как снайпер она в принципе выяснила ситуацию сколько там противников вот готов снять часового идиот нахуй блин ну ему прозвище конечно придумали идиот но это как-то неправильно оскорбительно все таки на крест судя по всему вообще там был бывший зэк там что-то в этом духе ну князь у нас молодой вроде как ну чуваком короче ему не много лет да и князь он поэтому такой боевой рэмбо там видимо пересмотрела эти фильмы где рэмбо там и прочая такая тематика ему лишь бы кого-то завалить ну это неправильно и как бы не стоит всегда рубить с плеча и типа пересмотрев американские фильмы все хвалить это как бы на такое себе это неправильно даже вот как бы вот именно такая тематика именно такую мысль несет данная игра то есть не нужно как бы все хвалить убивать это такое себе если бы мы в принципе ребят кстати заметьте игру проходили в таком режиме что убивали убивали мирных жителей то в конце наше главный герой он как бы погиб то есть именно вот так вот игра как бы сделаны изначально и это наверное в каком-то плане имеет свой смысл то есть поскольку выигры играют ну подрастающее поколение вот и они как бы должны понимать что если ну по крайней мере я могу так для себя не пройти интерпретировать ребята как бы да что если вы там будете убивать там в игре вы себе в игре как парка по крайней мере как минимум наживете противников то есть если игра так сделано либо в если в жизни вы будете какие-то плохие вещи делать то врагов наживете а как говорится на это не самый лучший вариант ну ладно ребятки наша задача зачистить некий порт украсть вроде как ну некий корабль не корабль там забыл короче шхуну короче так можно выразиться да то есть вот и для этого нам нужно слезть с данной крыши здесь я ходил тупил не понимал как же все таки слезть нам с этой крыши нужно правильно чтобы не упасть и не убиться то есть поскольку он да кстати вот зашел сюда но здесь казалось что спрыгнуть принципе вниз нельзя здесь некая по некая прозрачная текстура по которой мы в принципе ходим давайте вот сбоку я здесь попытался так вот как-то обойти вот присмотреться чтобы не убиться но давайте поприскнем наверное вот поскольку не всегда даже понятно то есть насколько такая ну высота большая ли маленькая и в принципе да то есть спрыгнул сюда но и вспомнил даже это место ребятки здесь когда-то наш персонаж по-моему были даже здесь да 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 мы были здесь ребятки здесь когда наша задача была добраться до креста мы в этой локации были но сейчас я только вспомнил то что это место в принципе знакомое ну и здесь нам тоже нужно бы вы не спуститься я чеку здесь смотрю если противники здесь но вроде как нету и наверное можно подобраться именно снизу то есть нижнего некого участка нам будет проще ближе подойти именно к противникам а в принципе здесь вот наверх полез а противники ребят заняли данную локацию и да вот я забрался наверх и решил одеть противогаз уже после этого спускаться вниз ну и там в принципе это не как бы наши явные враги это торговцы как видим они там переговариваются и это не какие-то злые бандиты да и собственно говоря их не обязательно было бы как бы убивать и прочее но минус то что уже как бы ребят рассвет и это конечно же печально то есть противники будут нас видеть и в дальнейшем я очень долго тупил сразу ребятки оговорюсь вот но пришлось потом все-таки в нагну как бы уничтожить немалое количество противников потому что день а днем как бы все они меня видят они меня палят и тихо пробраться до до как бы корабля не полу не получится ребят в тихую именно по стелсу а то у меня это не вышло по крайней мере я всех перестрелял дали здесь находится крест что-то нам говорит вот я потушил все вот эти аномальные грибы которые подсвечиваются крест у креста смотрите у него этот зеленый лазер то есть зеленый лсу точнее до лазерный целеуказатель у нас он красный ребята что-то там заметили заметили некое движение они короче идут его и идут в нашем направлении Чувак прикалывается если горит сожру тебя я отомщу на задницу мне не подстрелим мститель ну и чувачок идёт сюда как бы вот крест его типа отвлёк как бы замечу ребят что он я также немножечко прокачал себе как бы сказать вот эту левую руку где часы там находятся еще что-то вот и мы вырубаем противника на кнопочку и английскую как бы именно мы его вырубаем то есть мы его не убиваем холодным оружием ребят на кнопочку q например до английской мы его бы убили противника но мы этого не делаем именно я пытаюсь именно вырубать противника чтобы он потерял сознание потом придет сознание как бы именно по игре вот так вот ну конечно же в реальной жизни даже один такой сильный удар может привести к тому что человек погибнет вот и это квалифицируется по уголовному кодексу как непреднамеренное убийство поэтому все вот эти фишки которые есть в играх они в реальной жизни к сожалению ну никоим образом не работают но практически да это кровоизлияние то есть если мы так ударим человека это может быть кровоизлияние в мозг там гематома и прочие человек просто погибает как бы вот и все это печальненько очень ну и видим что уже в принципе здесь ребятки расцвет здесь вот я тупила реально потому что как бы видеть стало совсем светло и противники что-то там как-то просекли то есть им писи эти боты что-то там заметили не и они бегают постоянно меня как бы палит время от времени у них некая тревога такая ну практически да видите они с оружием ходят целятся и конечно же ну как бы заметили нашего персонажа это вот мне немножко не понравилось конечно же что а время суток как бы я не подгадал но я не заметил типа что иду ближе к рассвету а игра так вот не подогнала для меня чтобы типа была ночь хотя в принципе это еще моя вина потому что я ребятки бегал по карте и немножечко оба вам полутался то есть модифицировал свой калашик вот илсушнер и лсу на него нашел там еще что-то то есть немножечко его в принципе прокачал также у нас есть некий пистолет это вообще как бы револьвер он очень очень прокаченный ребятки его превратил я практически попытался превратить в некую снайперскую винтовку но видим что противники все равно типа нас как бы чекают и это конечно же было немножечко неприятно и непонятно но вот можно в принципе пытаться выстрелить смотрите идет такой чувак медленно-медленно игра вроде как сохранилась то есть право циферки какие-то которые появляются они типа информируют нас о том что игра сохранилась вот вот такая вот метро и кседус вот осторожно справа но блин здесь кругом ходят враги они рядышком друг с другом проходят переговариваются вот и кроме как другого пути у меня наверное нет кроме как но типа перестрелять всех и такса не жалению и самый лучший вариант наверное для нас при прохождении данной игры здесь я включил фонарик и нпс снова начали что-то там кричать смотрите они приседают встают вот но ребят почему вот кстати немножко наверное минус есть в этом плане в игре почему я привык больше наверно проходить так что типа всех перестрелять всех убить это типа мне нравится то есть я захожу в игру чтобы постреляться здесь же игра нам предлагает такой вариант что если вы будете всех на пропалу и там уничтожать ну то это как бы не есть хорошо и в некоторых моментах вот и не догадываешься то есть нужно их убивать не нужно и вот здесь я уже открываю огонь по противникам на не конечно же сразу меня спалили здесь промахнулся в тело добил противники начинают кричать слева боец тоже выходит прям в упоре на меня не период постоянно смещается но в упор мы уничтожаем вот челика вот так вот этого бойца торговцы некого и смотрите кстати вот текстуры есть тоже не прозрачны то есть как бы мы стреляем вроде там должны были попасть противника в голову но чет как-то патрон решил врезаться в прозрачную текстуру это конечно же тоже бывает в таких играх но это не настолько печально если бы это была какая-то pvp игра то прозрачной текстуры это было бы плохо замечу что насколько я помню такой явная косяка была помимо игры варфейс где вот буквально мы вчера играли и была такая ситуация что кидая же гранату вроде как в окно но она врезается в какую-то непонятную текстурку здесь мы включаем некий переключатель и уже нужно нам продвигаться далее потушим эту лампу ребятам и продвигаться нужно в этот некий тягач да если так можно выразиться на шхуну вот и баркастом я не знаю как правильно назвать данное водное сутно перестрелка здесь наш товарищ стоит ну и в принципе нужно выдвигаться далее там поросенок хрюкал в принципе было прикольненько вот и давайте посмотрим по карте до движемся мы в правильном направлении уже у нас солнце там зашло скажем таки практически и тихонечко тихонечко здесь противники у нас видите что они уже как бы сдались то есть они подняли оружие и не видите они как бы сказать сдаются поэтому их не трогаем то есть я их уже когда они сдались я их не трогаю они подняли оружие и вот как-то так и и это тоже наверное мне где-то типа зачтется то есть я не уничтожаю безоружных противников прожимаем кнопочку и открываем дверику и уже можно выдвигаться на выдвигаться далее торговец говорит не убивайте я могу заплатить забегает князь но судя по всему сейчас врежет этому товарищу вот князь у нас такой беспардонный чувак нет все его усадили трогать не стали ну и в принципе можно выдвигаться далее наверное анночка там кричит что все замечательно все великолепно но принципе ребятки давайте поплыли поплыли наверное на этот корабль а точнее были на мост точнее да и уже там будем делать свои дела то есть откроем ворота для того чтобы наш паровоз он смог пройти паровоз локомотив там смог пройти данную некую ну преграду там до данный участок меня сидит а я ну сходи там я не знаю отшвартуйся блин отшвартовались ребятки или нет отвязали канаты ну в принципе да мы уже поплыли то есть видимо и каната там отвязали и что-то ну и можно в принципе выдвигаться вперед замечу что это у нас как тягач не тягач или как там назвать то есть есть баржа например большая такая посудина до которая может возможно даже даже и без двигателя как бы да то есть она еле-еле такая ну практически не управляем вот а есть и маленький некий там тягач или как там выразиться шхуна который именно на который вы толкаете либо наоборот тяните вот эту здоровую баржу на которой находятся грузы и так далее ребята подбираемся тихонечко подплываем к мосту графика здесь у нас в принципе на уровне ну то есть ну неплохо сделано по крайней мере то есть светит там что-то луна а прожектор прожектор наверное прожектор светит я так думаю не думаю что то луна так и прожектор да да вот и мы подплываем к этому мосту который конечно же охраняется и и сейчас будем будем его как бы зачищать либо нам нужно по стелсу пробраться но ребята такая тема что в этой игре метро например и любой другой игре с первого раза ну навряд ли получится пройти по стелсу потому что вы не знаете где лучше пройти каким образом пройти да и не знаете такие места даже где можно спрыгнуть например как-то обойти до князь князь кто первый наверху того и тапки ну да ладно молодой у нас князь любит поэтовать по как бы посоревноваться и так далее ну и мельник нам сообщает также начинайте по вашему так принято товарищ полковник работаем поднялись мы по этому тросу как бы наверх вот и здесь у нас как бы паладин ну вот эти вот паладинами здесь в игре назвали но в общем некие бойцы не бойцы там до которые но как бойцами их прям таки не назвать если были это реально подготовленные люди вопросов не было а здесь они до вооружены но блин военная подготовка у них наверное на самом высшем уровне вот и нам нужно вырубать некоторых вот таких вот охранников и пробраться именно как бы в то место где ну как бы к воротам и дернуть заветный рычаг и в принципе открыть это ворота прохожу ребят это место я впервые то есть не знаю как правильно двигаться как передвигаться но здесь вот такие челеки бегают которые верят в какие-то там непонятные вещи что техника это зло техника это плохо и я конечно же с ними не согласен то есть при этом они конечно же вооружены то есть хотя если по их идеологии действовать то в принципе они не должны быть вооружены именно огнестрельным оружием но все-таки огнестрелом они пользуются ну вот такая вот двуликость она конечно же присуща нашему человеческую миру да и вообще нашей как-то там выражается белковой форме жизни там до существования облутали облутали труп некий да потушили также огонек стараясь вот все это дело тушить обязательно благо у нас как бы ночь на дворе то есть потемочки некоторые звучит музыка непонятно то есть я даже не сразу не догадался откуда меня могли спалить не всегда понятно ну и сзади мы конечно же вырубаем на охранника некого если так можно выразиться до этого сектанта то есть верить в секты верить всяких этих там блин буду не буду это не всегда хорошо я считаю то есть и даже вот когда ко мне в жизни подходили такие ребята и начинали что-то там втирать ну блин это я считаю все-таки неправильно кто-то нас судя по всему как бы замечает не всегда я понимаю где находятся враги и звучит такая непонятная музыка типа там что у нас спалили вот она такая тревожная и чувак прямо около меня появился и блин на меня смотрел но ничего не оставалось мне другого кроме как выстрелить ему прям в лобешник и поднялась тревога хотя в принципе я работал с глушителя ну и спалились мы конечно же придется теперь перебить и некое количество противников но после чего они в принципе остатки уже сдадутся как бы вот так без боя конечно же не сдаваться не хотят здесь прожимаем ребят судя по всему русскую букву км на клавиатуре и мы разбираем то оружие которое находят то есть оно получаем с него некоторый хлам наверное да ну вот получаем как бы запчасть с оружие с этого а если у вас кстати замечу если на том или ином оружие будут кстати вот рычажок это типы лифт как я понял если ребята будут например будут на оружие которое лежит на земле модули определенные которые ну типа они будут подсвечиваться на иконке оранжевым цветом то эти модули можно забрать также нажав на кнопочку русскую к то есть также вы можете разобрать оружие ребят и эти модули вы сможете себе как бы забрать то есть они у вас появятся в дальнейшем вы из рюкзака сможете их установить там да либо на станке либо из рюкзака судя по всему ну и в принципе давайте справа попробуем войти вырубить вот этого некого охранника ударили его по голове облутаем конечно же разберем оружие вот и тихонечко продвигаемся далее нажимаем пробил артем у нас залазит можно по бревну даже немножечко пройти и уходим вперед то есть там стоят сектант они молятся там еще что то делают здесь у нас закрыта дверь справа вроде как не обойти и придется вот как-то вот там с другого места нам продвигаться но говорит что прям рядом находятся противники вот эти да бойцы там некие такие вот и очень-очень неприятно вот рядом с ними буквально ходить и я не понимаю где правильно откуда передвигаться ну а чувачки здесь стоят молятся то есть они как бы заняты этим вот их разум затмил вот этот чувак который наклеил ну там лапшу на уши ему наговорил а вот и проповеди разные читает но блин такой себе и я даже в лично вот замочек ребят можно было отстрелить и в принципе продвигаться можно далее то есть игра очень интересно кстати придумано типа замочек отстрелили продвигаемся далее прикольно вот тихонечко двигаемся чекаем те или иные ситуации те или иные места тушим огоньки чтобы они не светили не выдавали нас давайте лампу тоже потушим конечно же и приближаемся мы к этому некому священнику либо проповеднику который затмил разум вот этих людей там скажем да в каком-то плане и гражданских и прочее но это уже военные здесь находятся вот ну и в цирку ушки как мы видели ребятки там тоже мирные жители которым тоже он по ушам наездил тихонечко пробираемся далее и сзади конечно же выручки вот этого охранника тушим вот этот факел некий и поднимаемся на верхний уровень здесь еще охранник трогать его наверное не будем и спалили спалили к сожалению меня видимо он повернулся и нас спалил и давайте уничтожим некое количество врагов потому что они нас спалили там в колокол бьют мы слышим да и сыграем в рэмбо нам придется поиграть в рэмбо и уничтожить тех кто пытается нас перестрелять тушим огоньки все здесь уже противник сдается его я не трогаю то есть если он сдался сложил оружие там да конечно же как говорится вопросов нет также нажимая но уже в принципе тушить огоньки не обязательно но я делаю это по некой привычке ну а тех бойцов которых мы уже убили их конечно же нужно залутать так продвигаемся далее не всегда понимаю куда нужно идти но судя по всему наверх нужно куда-то подняться да 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 вот поднялись наверх и здесь у нас закрыта к сожалению дверь я хотел зайти полутать им что-нибудь ну и все в принципе заходим в главный некий кабинет где чувачок судя по всему подпирает дверь вот этот пропагетник а селанти селанти да 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 ух ты шуста артем о князь и князь подтянулся если наших пропустят они стрелять не будут мы старались ваших не обижать кстати Акатерина сама она спросила забрать ее с дочкой ну что все понятно ну и князь быстро в принципе в двух словах все объяснил весь расклад этому селантию а теперь за нас взялись стариков и детей тоже убивать будете а мы не собирались убивать ни в коем случае стариков и детей мы этим не занимаемся брат нам нужно лишь проехать и все всегда можно в принципе вот если ребят даже со стороны посмотреть на эту игру всегда можно было договориться по мирному то есть не обязательно было кого-то убивать и прочее можно было просто договориться и они могли бы нас просто-напросто пропустить но опять таки с другой стороны возможно они хотели бы с нас какой-то там какие-то плюшки получить там я не знаю ну взятку не взятку как бы объяснить то есть уже каждый сам по себе поэтому взятка это не назвать в общем какие-то блага они с нас могли бы хотели бы получить например за то чтобы у нас поезд здесь прошел ну и поэтому так как договориться уже не получалось вот пришлось применить некий силовой метод тем более все таки мы изначально военные организации то есть именно как бы в москве мы именно были в ордене и это вроде как уже военные полностью по большей части подготовлены более подготовленные бойцы чем нежели вот эти ребята которые были вооружены дробовиками и прочим таким вооружением не самым лучшим ну и в принципе все ребят мы пробрались через этот мост волга река волга остается позади вроде как через волгу этот мост был да ну и в принципе мы двигаемся ребят далее встретимся ребят в следующей части всем удачи на этом всем пока и не нам его разрушать каким бы глупым он не казался электричество грех а чем это хуже вранье о том что весь мир мертв и идти некуда а ведь с этой удобной ложью согласилось все метро в ямонтау мы по крайней мере узнаем была ли это ложь во благо ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили